Интернет пестрит едкими шутками, ироничными комментариями и фотоколлажами, связанными с визитом Алтана Джона в Киев. Я напомню, что британский певец, композитор и пианист нетрадиционной сексуальной ориентации призвал Украину присоединиться к гей-сообществу. Мало того, обещал помочь ей построить современное европейское государство. Что думают о данной перспективе сами украинцы, мы узнаем у нашего специального корреспондента Екатерины Мироновой. Она сейчас выходит на прямую связь из Киева. Катерина, здравствуйте. Как отреагировали на слова Алтана Джона жители страны? Что говорят бизнесмены, которым он рекомендовал оказывать содействие при приеме представителей ЛГБТ-сообщества на работу? Здравствуйте, Екатерина. Украина остается страной с традиционными взглядами на семейные ценности большинству жителей государства. Очень тяжело понять однополые отношения, но действительно на минувших выходных в Киеве побывал известный певец, музыкант и борец за права ЛГБТ-сообщества. Элтон Джон выступил со сцены, пожалуй, самого главного украинского политического форума, Ялтинская европейская стратегия. Также его принял глава государства Петр Порошенко. Сэр Элтон Джон много рассказывал о толерантности, о том, как важно, чтобы Украина присоединилась к ЛГБТ-сообществу, о том, что нужно соблюдать права геев и лесбиянок. Но, по мнению экспертов, все это выглядело очень двулично, учитывая, что на Донбассе много месяцев люди были вынуждены прятаться от бомбежек в своих подвалах. Школьники не имели возможности посещать занятия, а пенсионеры до сих пор ждут от Киева своих пенсий. Отмечу, что, в общем-то, Элтон Джон не так далек от Донбасса. Я напомню, что в 2009 году он и его муж Дэвид Фёниш пытались усыновить мальчика с диагнозом ВИЧ в одном из интернатов Донецкой области. Правда, тогда у них ничего не вышло, поскольку украинские законы запрещают брать ребенка из детского дома однополым паром. Но, в любом случае, казалось бы, проблема прав донецких детей так просилась в повестку дня, но об этом никто не говорил. Права лесбиянок и геев были, во всяком случае, на форуме «Ялтинская европейская стратегия» куда важнее. К слову сказать, что представителям секс-меньшинств живется здесь, на Украине, куда проще, чем жителям Юго-Востока. Двойные стандарты продемонстрировал президент Украины Петр Порошенко. И в своем интервью, которое он дал накануне иностранным журналистам, в частности, глава государства сказал, что одна из основных угроз для страны – это олигархи. Звучит абсурдно, потому как сам Петр Порошенко, по сути, является представителем олигархата. По тем данным, которые располагают украинские журналисты, президент занимает восьмую строчку в рейтинге самых богатых людей страны. Его активы оцениваются примерно в 750 миллионов долларов, а кондитерская фабрика «Рошен», которой владеет президент, входит в двадцатку самых крупных кондитерских предприятий мира.